Здравствуйте! Ловлю себя на мысли, что каждый день вспоминаю про прошлый год, про двадцатый, и как в нём было замечательно и хорошо, а главное спокойно, что не скажешь про нынешний двадцать первый, вчера попался ролик, где девушка говорила, что у нас в России закрылись пять заводов по сахару, заводы, которые сахар делают. Я почитала комментарии, кто-то пишет, что уже там давно закрыли какие-то заводы. Но я была не в курсе и не знала вообще про эту тему. Как-то до меня не доходили слухи и информация. А тут для меня, конечно, была новость. Это получается, что мы будем сахар закупать за границей, что ли, тогда. Я вообще не знаю, сколько и вообще было всего этих заводов. Очень странно. Вообще много чего закрывается. Как-то один раз на рынке покупала сахар. Там, значит, несколько видов. И у одного была там цена что-то такая дешёвая, а у другого, ну, прям так, ну, значительно дороже. Я продавца спрашиваю, в чём разница, ну, сахар и сахар. Она говорит, да вот этот вот, который дешёвый. Его, говорит, мужики даже на самогонку не берут. Короче, не получается у них. С другой стороны, вы, может быть, скажете то, что, ну, и фиг с ним с сахаром, он вреден. И правильно делают, что закрывают. Там, перейдём на мёд. Ну, во-первых, мёд не все могут употреблять. Во-вторых, не всё можно сделать с мёдом. Ну, насколько я знаю. Ну, консервация, например, с мёдом, ну, может быть, я не в курсе. Не знаю. Ну, в общем, нет, понятно, что он будет, но будет вопрос, по какой цене он будет. И из чего он будет. А главное ещё то, что у нас люди остаются без рабочих мест. Если вот, как вот, ну, опять же, верить в комментариях про эти... Про то, что... Ну, в Воронеже закрыли вот этот вот завод, и люди, 2000 человек, остались без работы. Представляете, сколько людей? А сейчас я вам ещё скажу то, что те, кто металлом занимается, остаются без работы. У родственницы муж, он металлоконструкциями занимается. Ну, лестница делает, там, дверь. Ну, в общем, всё, что из металла, навесы какие-то, мангалы. Всё, не заказывают люди, потому что очень дорого металл. Он, на самом деле, как на дрожжах растёт. Я уже снимала ролик, да, то, что Китай скупает металл. Цены просто космические на него стали. И, в общем, он сейчас сидит без работы, потому что люди не заказывают по такой цене. Ещё я заметила, вот, в городе что-то какие-то все... То ли, может быть, я за год отвыкла, так, от Нижнего. Ну, какие-то сумасшедшие все носятся. Как-то дороги такие. Вот сейчас просто вот проезжала яму. Просто улететь можно. При этом же тебя поджимают со всех сторон. Хотя скорость у меня, ну, почти 80 по городу. Ну, вот, придерживаюсь там, чтобы не выйти за рамки. А они вот несутся. Это какой-то ужас. Очень напряжно ехать. Ну, вот, выехали мы из города, слава тебе, Господи. А я еду в Кустово. Кстати, там, прямо на днях, в Кустовском районе, в деревне Караулова, случился провал карстовый. Но не воронкой, как у нас, а таким, как овраговидным провалом длинным. И там пострадало два дома. Один дом вообще пополам разломило. Ну, отломилась часть дома. Второй тоже, там, какие-то разрушения, там, стена, ну, как пишут. Опять же, вот, как пишут. Я говорю то, что журналисты, они пишут немного неточную информацию. Они там больше страха нагоняют, больше сенсации. Какое-то вот, ну, такое. Бляха-муха. Это капец какой-то. Слушайте. Я вот дорожников, вот кто отвечает за дороги, просто, я не знаю, подвесило бы где-нибудь. Вот в городе Яминой и сейчас такая же вот яма. Просто улететь можно. Я таких ям не видел уже, ну, лет пять точно. Это какой-то ужас. В общем, вот у них вот этот провал произошел. Вот, с разрушениями. Печально, но как-то информации мало, а наше, мне кажется, было больше. Может быть, потому что он на дороге произошел, а тут, как бы, дома и, ну, на участке домов. Наверное, всем плевать. Ну, как нам и сказали, в принципе, власти, то, что если бы это было на вашем участке, то, ну, всем было бы плевать. Ну, вот оно так и есть, что всем плевать. В общем, год похлеще високосного, я вам скажу. Кстати, подруга мне, она в садике воспитательным работает. Их заставляют прививаться. Она сказала, что не будет, будет искать, короче, врача, который даст сертификат, продаст так, без уколов. Но не знаю, насколько это все получится. Может быть, поначалу и прокат этот танк. Ну, в общем, народ... Кто-то стремится уколнуться, кто-то... Нет? В общем, какой-то такой... Вот еще, знаете, в том году уже, блин, там дрова росла, мы уже в поля ездили, все это сажала. Я что-то огородом занималась. Тут я до деревни никак не доеду. И некогда. И как-то все... Холодно. Вчера снег летел. Посмотрела фотографии из Москвы, там... Вообще у них это... Ну, прям все снегом покрыто. Нет, ну, были годы, когда в мае там снег попадал. Но... Все равно как-то не так все было. Было тепло, а потом снег выпал. Вот так вот. А тут... Как-то тут все такое затяжное. Такое ощущение, как будто бы в неделе на три погода задерживается. Посмотрим, какое лето будет. Честно говоря, уже... Уже все равно, что и как будет. Уже хочется... Наверное, чтобы обнулилось все и было заново. Ой, а еще следующее-то может быть похлеще этого. Кто его знает. Да. Так что 20-й год я вспоминаю. С теплотой и с ностальгией с какой-то каждый день. И, кстати, не только я. Я очень от многих слышу. Несмотря на все, что было. А сейчас какая-то нервотрепка вокруг и около. Вот такие вот новости. Покатила я дальше. Да вам хорошего настроения. Да.